Праздничная атмосфера ученики Щелковского лицея номер 7 со счастливыми улыбками на лицах. Ну а как иначе, ведь в их родном учебном заведении день лицея, события поистине волнующие. В честь него даже были отменены уроки, но без них сегодня можно вполне обойтись, ведь ученики пятых классов со сцены рассказывали не менее познавательные и интересные вещи. Историю своей постановки ребята начали с античности, вспомнили Элладу и таких известных семь философов Древней Греции, как Сократ и Аристотель. А все потому, что именно с тех времен берет свое начало существование лицеев. Конечно, не обошлось и без упоминания царско-сельского лицея, в котором обучался, пожалуй, один из самых одаренных молодых людей своего времени, а в будущем великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Философ-мудрец должен не только учить людей, но и возглавлять им. Именно философы должны возглавлять государство. Тогда всем будет в нем хорошо. Праздник хорош тем, что на этом празднике мы узнаем новую историю, мы узнаем, откуда вообще появилось слово лицея, откуда идут истоки организации, таких образовательных организаций. Мы обязательно касаемся истории создания Пушкинского лицея, царско-сельского. И на этом воспитываем наших всех ребят. Щелковский лицей номер 7 был основан еще в 1961 году. Преподавателями в нем в свое время работали такие уважаемые люди, как почетный гражданин Московской области Виктор Чапуров, он же народный учитель России, и Матренкина Надежда, которая во время Великой Отечественной войны была награждена медалями за отвагу и за боевые заслуги. Мы учимся в лицее номер 7, и нет его нам всем дороже. Учиться хорошо нам здесь, хоть в зимний день, хоть в летний день погожий. С праздником, любимый лицей! Пожелаем юным лицеистам продолжать получать новые знания с таким же рвением и неподдельным интересом. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».